Информация о том, что мэры двух крупных городов создадут новую партию, появилась на следующий день после инаугурации президента Владимира Зеленского. Новоизбранный гарант распустил Раду, дав старт очередной избирательной кампании. Геннадий Труханов и Геннадий Кернис подтвердили, что консультации на эту тему проводятся. Позже в качестве консультанта к команде присоединился вернувшийся в страну бизнесмен Игорь Коломойский. Он сообщил, что будет консультировать двух мэров Геннадия Керниса и Геннадия Труханова в создании новой политической силы на базе партии «Видроджиня». Олигарх считает, что на президентских выборах этот проект провалился, поэтому требует перезагрузки. Это будет всеукраинский проект партии, в которой будет представлено большое количество мэров. Вы же понимаете, что после президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые не были успешными. «Видроджиня» набрало благородно до 1%. Этот проект себя исчерпал и требует объединения и более расширенного понимания идеологии. Что же касается финансирования партии, то Коломойский отрицает свое материальное участие в проекте. Он отметил, что в политсиле и без него достаточно состоятельных людей. Помимо «Видроджиня» партии Геннадия Труханова «Доверяй делам» в проекте может принять участие популярный в Бессарабии «Наш край». Также проводятся консультации с влиятельными лидерами органов местного самоуправления по поводу их будущего участия в проекте. По мнению политических экспертов, идеологам партии нужно провести серьезную работу на раннем этапе формирования, чтобы новое объединение не повторяло ошибок партийных проектов из недавнего прошлого. Это должен быть проект, которым заинтересованы все регионы Украины. Этот проект должен быть направлен на то, чтобы украинская конституция была изменена. И действительно регионы получили определенную экономическую свободу в сфере налогового законодательства, в сфере безопасности, например, на уровне муниципальной полиции. То есть в этом, я думаю, заинтересованы многие регионы. Еще одно мнение. Создание такой партии менее чем за два месяца до внеочередных парламентских выборов – серьезный риск. Политическое поле переполнено. К тому же новой партии придется столкнуться с мощной конкуренцией со стороны президентской партии «Слуга народа». На всеукраинском политическом поле есть ключевые игроки. Это нынешний президент команды Зеленского, это партия «Оппозиционная платформа за життя», «Батькивщина». Ну и там кто-то еще. Сейчас появляются такие люди, как Смешко, как Гриценко и так далее. Партии, если даже свобода не может зайти в парламент, то о чем говорить партии, которая создается за два месяца до парламентских выборов, каким образом? Это невозможно. Да, наши города большие, но посмотрите на результаты президентских выборов, за кого голосовали люди. Впрочем, в команде, формирующей партию, к вызовам готовы. В Украине есть потребность в новых политических проектах большой политики, в новых лицах, а главное – в новых идеях. Это вообще партия не вождейского типа. В ней нет первого, второго и третьего номера. Особенность этой партии в том, что она формируется по горизонтали. И партия формируется не вокруг какого-то человека и лидера, а вокруг идеи. А идея основная заключается в том, что на сегодняшний день у так называемых политических элит, которые между собой общаются на уровне мэров городов, знают, как должна развиваться территория, локальная территория, на которой проживают в том числе и одесситы. В ближайший понедельник мэр Одессы Геннадий Труханов планирует провести пресс-конференцию, после которой о новой партии появится уже больше информации.